Всем хеллоу, ребята, пацаны и девчата, сэм я, камбэк. В этом ролике мы поговорим снова про фейбл коллекцию, поговорим про то, что как его не уберут в обновлении 0.23.0 и расскажу про опрос от разработчиков, который прошел несколько дней назад. Усаживайтесь поудобнее и возьмите с собой чайок и досматривайте ролик от самого начала до самого конца. Обещаю, будет интересно. И да, в прошлом ролике я разыгрывал 500 голды и прошло время подвести итоги. Итоги уже в моем телеграм-канале, поэтому обязательно переходи и смотри, ведь именно ты мог выиграть. Но даже если не выиграл или не участвовал, то ни в коем случае не расстраивайся. Ведь в этом ролике я для вас разыграю уже 2 штуки М4 Самурай из фейбл коллекции. Для того, чтобы забрать данные скины, нужно выполнить парочку простых действий. Первое, что вам нужно сделать, это поставить лайк под этот ролик, подписаться на этот канал с колокольчиком. Самое главное, это смотреть ролик от самого начала до самого конца, без перемоток. Это самое главное, ребята, без этого никак. И напишите в комментариях свою игровую идею асанов, чтобы я с тобой мог связаться. Итоги будут очень скоро в моем телеграм-канале, поэтому туда тоже обязательно переходи. Все условия очень важны и обязательно я буду все проверять. Поэтому не поленись и выполни все. Ладно, ребята, затягивать не буду. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали. И так, ребята, как вы помните, несколько недель назад я снимал ролик про то, как фейбл кейс смогут убрать из магазина в обновлении 0.23.0. И это было неоправдой. Несколько дней назад нам об этом сообщили разработчики. Давайте тут поподробнее. Разработчики несколько дней назад начали опрос по поводу паза-ход в интерпарти. И там было еще кое-что. Там было написано в следующем сезоне, мы планируем убрать из магазина один кейс. Какой? Решать вам. Содержимое кейсов вы видите на картинке. Первое, что я хочу сказать, это то, что фейбл кейс походу не уберут 100%. То есть есть шансы, что какой-то другой кейс уйдет вместо фейбла. Это может быть скорпион, как многие думают. Но что я лично думаю по этому поводу? Этот опрос вообще бред полнейший. Давайте объясню в чем дело. Почему разработчики начали вообще убирать кейсы из магазина? Как вы помните, первый ушедший кейс это был Ориджин. Его убрали по причине того, что он был очень старым, то есть самым первым кейсом в игре Standoff 2. И чтобы он не обесценился, разработчики решили его убрать. После убрали Фуриус, это второй кейс по счету в игре Standoff 2. Третий был Ривл, это третий кейс в игре Standoff 2. А после должен был пойти в фейбл, так как это четвертый кейс в игре Standoff 2. По логике следующий кейс должен быть фейбл. Какой смысл убирать новые кейсы, если есть старые, которые все больше и больше обесценивают? Без понятия, почему разработчики сделали такой вопрос, так как в этом опросе нет никакого смысла. Ведь уже 100% должны убрать фейбл, а более новые кейсы не трогать, так как они еще не сильно обесценились как фейбл. Надеюсь я смог объяснить свою точку зрения насчет этого, но мне все-таки кажется, что фейбл 100% должны убрать, потому что все показывает на этом. И теперь давайте поговорим про дату выхода данного кейса на рынок. В прошлом ролике про фейбл кейсов я говорил, что этот кейс скорее всего уйдет в обновлении 0.23.0 на 6-летие игры. Но я оказывается ошибался, и об этом нам сказали разработчики. Давайте же опять вернемся к тому опросу от разработчиков про кейсы. Там было написано, что в следующем сезоне мы планируем убрать из магазина один кейс. Какой? Решать вам. Тут говорится, что в следующем сезоне уберет какой-либо кейс, а до окончания сезона еще должно выйти одно обновление. 6 years. То есть это означает, что кейс на рынок, к сожалению, не выйдет в обновление 0.23.0, а выйдет в 0.24.0. И когда же выйдет данное обновление, спросите вы? 0.24.0, как я говорил ранее, это новый пятый сезон. Обычные сезонные обновления выходят летом, поэтому в этом году думы тоже выпустят примерно в июле-царе в августе. Поэтому летом мы попрощаемся с каким-то кейсом, скорее всего это будет фейбл, я в этом уверен, и будем ждать новый кейс в игре Standoff 2. Да, именно новый кейс, так как если разработчики решают убрать какой-либо кейс, они вместо него должны добавить новый, другой. Поэтому ждем новый кейс в пятом сезоне. Теперь давайте поговорим про рынок и про то, что произойдет после выхода фейбла на рынок. Во-первых, начнется паника с бабочками, так как это самый красивый нож в игре Standoff 2, и все пойдут его скупать, из-за чего цена очень сильно возрастет. Поэтому я вам советую закупить хотя бы одну штучку бабочки. Я, к примеру, купил на своем основном аккаунте одну бабочку Dragon Glass, а на Твинке одну бабочку Legacy и опять же бабочку Dragon Glass. Я не настаивал покупать, это лишь ваш выбор, я просто советую, и с ужаса или нет, дело ваше. А что насчет фейбл кейсов, я думаю, их пока не стоит скупать, так как до начала пятого сезона еще есть дофига времени. Если вы сейчас несколько штук прикупите, то шанс на то, что вы их откроете, в надежде, что вы бьете нож очень большие. Поэтому лучше просто воздержитесь от покупки фейбл кейсов, а вообще лучше покупать их только на рынке, так как цена скорее всего заруинится, и вы немного сэкономите. И, во-вторых, вы сделаете меньше предложений на рынке, скупая их. Но вообще дело ваше, ребята, я ни на чем не настаиваю, это лишь мои советы. Сушится или нет, дело ваше. Вот такой вот ролик получился, всем спасибо за просмотр, не забудьте про лайкосик с подписчиком и про колокольчик, тоже не забудьте, чтобы не пропустить новые интересные ролики. И да, посмотрите этот ролик, там я рассказываю, когда выйдет новый пасход Winter Party на рынок. Быстрее смотрите. Всем пока.